МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И даже попробовали снять отпечатки пальцев. В новом учебном году на бюджетные места наберут 250 курсантов. Это на 50 человек больше, чем в этом году. А стоимость контрактного обучения останется прежней. Составит около 16 тысяч гривен в год. Готовим кадры для подразделений криминальной полиции, для полиции, превентивной деятельности и досудового расследования. За контрактную форму навчания мы готуем юристов широкого профиля. От кадров для правоохранных органов до судебской системы адвокатуры, нотариата. Чтобы поступить в университет внутренних дел, нужно сдать украинский, историю и третий экзамен на выбор – математику или иностранный язык. После этого абитуриентов ждет экзамен по физподготовке. Боюсь физподготовки, боюсь только отжимания. Так, в принципе, занимаешься спортом? Да. Спортом занимаюсь, летом подтянусь. Выпускники говорят, бояться не надо. Учиться и правда непросто, но преподаватели во всем помогают. Когда приходишь со школы, ты не юридически подкован, ты много терминов не понимаешь. А потом уже где-то через полгодика, ты уже начинаешь более как-то вливаться. Преподаватели максимально пытаются тебе дать понять, что право – это несложное, что это в жизни надо. Первый год курсанты живут в казарме по 15 человек. Тем, кто хорошо учится, разрешают жить за пределами университета. В основной программе – право и физическая подготовка. В основном у нас идет акцент на бег. Бег, отжимания, а также приемы рукопашного боя, защиты. Всему учат, всему обучают. Изучали право всякие, криминальные, админправо. Изучали также огневую подготовку, криминалистику. То есть, как расследовать преступления. Посмотреть, как все организовано в университете, можно каждую субботу в 10 часов утра. Олеся Повар, Алексей Барановский, 7 канал.